Жрать хочу, жрать хочу, жрать хочу, жрать хочу. Все, поехали. Хотя, почему пытаюсь? Нет, я даю этому объективную оценку. Знаете, зачем я это говорю? Чтоб меня не засудили. Так вот, я уже сделал заказ на сайте. Сайт удобный, нормальный, никаких косяков я там не заметил. Давайте с вами договоримся так. Если косяков на сайте я не замечаю, то я вам его не показываю. Не буду тратить ни ваше, ни мое время. После того, как мы оформили заказ на сайте, прошло 15 минут, но нам так никто и не перезвонил, поэтому мы перезвонили сами. Это, конечно, не очень приятно. Я не люблю, когда ты делаешь заказ, и потом тебе приходится самому перезванивать. Но мы люди не гордые, мы перезвонили сами, подтвердили заказ, и нам сказали, что нам привезут его в течение час сорок плюс-минус десять минут. Это реально долго, учитывая то, что сегодня вторник, будний день, но сегодня 21 февраля, послезавтра будет 23 февраля, и, возможно, это как-то отразилось на том, что у них очень много заказов. Допустим. Но это не точно. Поскольку сумма нашего заказа более чем полторы тысячи рублей, нам в подарок еще должны привезти пиццу. Это очень приятно, я люблю пиццу. И посмотрим, через сколько и что они нам привезут. Если честно, есть уже очень сильно хочется, и хотелось бы, чтобы они управились побыстрее. Потому что час сорок плюс-минус десять минут, это не особо радует. Итак, заказ нам привезли. Привезли заказ, но привезли его не полностью. Привезли нам за час пятьдесят, даже, наверное, час пятьдесят пять. Ну, ладно уж, не критично, потому что они сразу сказали, что час сорок плюс-минус десять минут. И вот я выхожу, а я обычно сам выхожу за заказами, спускаюсь, забираю заказ, подхожу уже к лифту и понимаю, что что-то не то, чего-то не хватает. И тут я вспоминаю, что нам должны были привезти еще подарочную пиццу. В пакетах явно есть все, кроме пиццы. Мне пришлось догнать курьера, я думал, что он просто забыл отдать. Говорю, а где пицца? Он говорит, а у меня больше ничего и нет. Открывай термосумку, она пустая. Короче, мы позвонили им, они нам принесли извинения, сказали, что пиццу довезут либо в течение часа, либо в следующем заказе. Мы попросили ее довезти сегодня, поэтому будем ждать пиццу еще в течение часа. Но мы-то с вами ждать не будем, мы с вами начнем уже распаковывать, замерять температуру, пока все не остыло, и пробовать. А под конец нам привезут пиццу, и мы посмотрим, что за пиццу нам привезут. Ну что ж, давайте не будем долго затягивать, потому как все это имеет свойство остывать. Давайте распакуем. Громовочки я себе выписал на то, что было на сайте. Громовки на сайте, кстати, указаны не на все позиции. Нам остается только догадывать, сколько они должны весить, но мы зато посмотрим, сколько они весят на самом деле. Это у нас салат. Так, роллы пока отставим. Давайте посмотрим комплектацию. Здесь тоже ролл. На двух человек у нас должен быть комплект. Здесь все на месте, это мы пока отставим. Так, салфеточки, палочки, вот такие наборы. Видно, нет? Видно. Так, этот пакет мы пока выкинем. В первую очередь нас с вами интересует горячее, поэтому роллы мы пока отставим. Что хотелось бы отметить, возят они в термосумках, поэтому то, что должно быть горячим, оно хорошей температуры. Начнем мы с сливочного супа с копченостями. Сливочный суп с копченостями у нас почти 50 градусов, ну там 49-50. Это нормальная температура, это теплый суп. И вот я сейчас смотрю и, знаете, что не могу понять? А где же ложки? То есть палочки нам привезли, салфеточки привезли, а вот ложек нам не привезли. Вот сейчас мне передадут ложку из моих золотых запасов. В принципе, суп, я вам скажу, по начинке нормально. Единственное, я опять забыл его взвесить. Давайте мы с вами взвесим сразу его быстренько и потом уже попробуем. Сколько? 361. Этот суп должен весить 280 грамм. Перевес это круто, спасибо. Посмотрим, настолько ли он вкусен, как он весит. Но вообще он выглядит очень красиво. Ну суп, я скажу, я вам вкусный. Он реально вкусный, мне нравятся. Здесь грибы, шампиньоны, копченые, что там, копченое мясо, видимо, бекон, помидорки, лучок зеленый. За 199 рублей 360 грамм вкусного горячего супа, в котором очень много наполнения, это, это, это гуд. Из горячего я еще заказал говядину по-азиатски. Я так думаю, что вот это она в такой упаковочке. Мы сейчас с вами посмотрим. Кстати, один из зрителей, один из вас, мои дорогие зрители, написал мне в комментариях к видео, чтобы я выкладывал то, что находится в коробочках, на тарелочку. Так будет виднее. И это очень хорошо, спасибо тебе за идею, я тоже об этом уже подумал. И сейчас мы с вами это реализуем. Давайте сначала взвесим, чтобы все было по-честному, потому что тарелка весит намного больше, чем коробочка. Взвешиваем коробочку. Говядина весит 253 грамма. А вот сколько она должна весить, на сайте я не нашел, к сожалению. Но весит 253 грамма, стоит... Стоит 289 рублей. В принципе, нормально, практически рубль за грамм. Сейчас посмотрим, что там внутри. Покажу вам сначала так, как это выглядит. Короче, я открыл палочки, а палочки немного вот с таким вот косяком. Я не знаю, что это. Это либо дерево такого цвета, точнее бамбук, посмотрите. Но выглядит немного неаппетитно, какое-то зеленое. Поэтому мы пока их уберем, я возьму второй комплект. Покажу вам сейчас, что здесь у нас привезли в этой коробочке. Здесь, кстати, вот реально мясо. Я так думаю, что вы со мной согласитесь, что его здесь нормально положили. Вот это мясо, болгарский перец должен быть, морковочка, лапша. Ну вот, да, если мы уберем лапшу, то вы видите, да, что мясо здесь нормально. Забыл измерить температуру, давайте померим. Сколько? 39. Ну что ж, говядина по-азиатски у нас 39 градусов, ближе к 40. Возможно, это потому, что она немножко подостыла, пока я бежал за курьером, узнавал по поводу пиццы. Хотелось бы горячее, конечно. Давайте попробуем, как это на вкус. Честно скажу, говядина жесткая. Говядина жесткая, а лапша хотелось бы, чтобы она была не так сильно сварена. Вот предыдущая доставка, где я ел лапшу, там лапша была, то ли лапша была другая, то ли она была не так сильно сварена. Но она была как-то приятнее, то есть ее приходилось жевать и она была как-то аль денте, да, называется степень готовности макарон. Здесь вот чуть-чуть переваренный, но может быть это такая лапша. Да, я честно скажу, я не гурман, хотя, наверное, гурман, но не сильно в лапше не разбираюсь. Но хотелось бы, чтобы она была немного пожестче. Ну, а так, в принципе, нормальная вкусная лапша, много мяса. Мясо, не скажу, чтобы прям супер классное, да, потому что оно немного жестковато. Но это говядина, то есть это не мраморная говядина, само собой, разумеется, судя даже по ценнику, 289 рублей. Но нормальная такая говядина, нормальная порция, и я думаю, что это стоит своих денег. Так, что там у нас дальше? Дальше у нас что-то в еще одном контейнере, и я уже... А, это картошка фри. Я, конечно же, заказал картошку фри, видно вам, не умею попадать в кадр. Картошка фри, ну, естественно, естественно, картошка фри размокшая. Там, кстати, есть лучок, вот посмотрите, я не буду картошку фри. Да, мой оператор... Вообще, операторов, наверное, сложная работа, особенно, когда они снимают еду. Картошка там есть даже немножко лучка. Картошка вкусная. Мне кажется, что она пожарена на хорошем масле, потому что она имеет такой очень светлый вид. Ну, опять же, как я повторюсь, наверное, уже не знаю в какой раз, картошку фри привезти хрустящую невозможно, и поэтому этого доставок я и не жду. По температуре нормальная теплая картошка. Я даже не буду заморачиваться с картошкой. Картошку заказал, ну, просто чтобы она была, чтобы вам показать. Переходим к следующему блюду. Следующее у нас будет вот такие ништячки. Это шашлычки из креветок в беконе. Я, честно скажу вам, такие вещи заказываю в доставках крайне редко. Потому что, если я делаю заказ в доставке, мне хочется заказать как можно больше еды за как можно приемлемые деньги и как можно сытнее и поесть. Ну, и чтобы было, конечно же, вкусно. Но для вас специально я решил заказать вот такие штуки. Весят они у нас сколько? 59 грамм? Еще раз еще, мы с ним не едем. Ноль? Да. Да? Да, 58. Весят они 58 грамм. Мы, честно говоря, я немного удивлен. Потому что вообще веса на них на сайте я не нашел. Сейчас покажу вам поближе. Ну, вот, посмотрите, как это выглядит. Я не знаю. Ну, наверное, да. Наверное, здесь так и есть. Наверное, здесь и есть 58 грамм. Давайте еще раз попробуем взвесить. Вот мы положим эту штуку. Сделаем тару. Один шашлычок. Да, да. Один шашлычок весит 19 грамм. Второй весит... Два весят 37. И лимончик и прочее, в общем, все вместе весит 58 грамм. Вес на это блюдо на сайте я не нашел. Но мы спросили у оператора. И оператор нам сказал, что там сколько? 130 грамм? На выходе 130. Да, сказали, что на выходе 130 грамм. Но здесь явно не 130. Можем быть не на выходе. Да, может быть не на том выходе. Претензию не предъявишь, потому что на сайте весовки нет. И неизвестно, сколько это может весить. А оператор, по сути, мог перепутать или искать все что угодно. Короче, не знаю. Давайте попробуем. Стоит эта штука... Сейчас я вам скажу, сколько стоит эта штука. 129 рублей. Поэтому, в принципе, не очень-то и обидно. Ну, креветка в беконе, наверное, должно быть вкусно. Попробуем, окунем это в соевый соус еще для... Наверное, для большего вкуса. Я, кстати, понял. Именно поэтому я, наверное, не заказываю такие штуки. Потому что весит они очень мало. И на эти деньги можно заказать что-нибудь более сытное. Один такой шашлычок стоит 60 рублей. Но, блин, это вкусно. Это вкусно, мне понравилось. В общем, это не так уж дорого. Поэтому мне денег не жалко на это. И я, в принципе, я доволен. Мы переходим к моему одному из самых любимых блюд. Это салат Цезарь. Опять же, нет ни ложки, ни вилки. То есть, вилку мне придется тоже искать. А вы же знаете, как я не люблю, когда комплект не полный. Я люблю, когда все есть. И все, что мне привозят. И когда есть все предметы, которые нужны для того, чтобы съесть все, что мне привезли. Так, это, по-моему, сухарики. Очень похожие на сухарики из пачки. Сыр покрошен. Ну, курица, блин, развалилась. Курица нормально. Тоненькими кусочками. Но ее здесь, ну, прилично, в общем-то. Кстати, заметьте, какой лайфхак здесь сделан. Салат ложен слоями. Сначала салат, потом соус, потом помидорки, курица и сверху сыр с сухарями. Поэтому сухари не промокли. Ну, то есть, они не такие прям хрустящие, как только их достали с пачки. Но они не сырые, они даже хрустят. Вот это, кстати, очень многим доставкам можно взять на вооружение, как довозить Цезарь вместе с сухарями. При этом, чтобы они были съедобные и не размокали. Салат, в общем, давайте размешаем, попробуем, как все это вместе сочетается. Его не очень удобно мешать в этой посудине. Да, не очень удобная чашка. Я больше все-таки люблю, когда салат Цезарь в плоских чашках. Помидоры, кстати, большие, не черри, порезанные вот так. Я опять забыл взвесить. Вкусный, нормальный Цезарь. Ничего такого прям восхитительного нет. Обычный, нормальный Цезарь с хрустящими сухарями, кстати. Но, которые из пачки. В общем-то, нормально. Давайте взвесим то, что осталось. Я не думаю, что я много съел. Да, кстати, смысла взвешивать его нет, потому что громовок мы не знаем. На салат также нет громовки на сайте. Но давайте взвесим для того, чтобы хотя бы знать, сколько это. И для того, чтобы вы когда будете заказывать, знали, на что примерно можно рассчитывать. Салата 133 грамма. Но, учитывая то, что я его немного поел, так думаю, что здесь, ну, грамм 150, наверное, было. В принципе, нормальная порция Цезаря за... Сколько? За 219 рублей. Но... Дороговато, конечно, за такой салат 219 рублей отдавать. Ну, в общем-то, пойдет. Хотя, нет, все-таки дороговато, да. За сухари из пачки, за... Не знаю. Да, дороговато. Все-таки дороговато, но в пределах нормы хотя бы он стоит не 300 рублей. Вот если бы он стоил 300 рублей, это было бы реально дорого, да. А 219, ну, так, честно, дороговато, но не критично. От салата перейдем к роллам. Один из роллов у нас запеченный, он должен быть теплый. Но пока я показывал вам все остальное, я уже немного про него забыл. И... И он такой холодненький. Холодный. Да. Ну, ладно. Сколько? 294. Должен он у нас весить 260 грамм. С весом этого ролла все в порядке. Здесь перевес у нас. Это ролл с креветкой. Кстати, ну, ролл такой, ну, нормальная порция. Обычный ролл. Небольшой, немаленький. Не знаю, как вам показать, чтобы он не вывалился. Ну, наверное, вот так вот вам должно быть видно. Видите, да, кусочек креветки наверху. Так видно? Угу, хорошо. И давайте, конечно же, его пробовать. Посмотрим, вкусно это или нет, и насколько это вкусно, если да. Вначале я подумал, что под этим шапочкой ничего нет. Но там... Там Филадельфия, насколько я понял. А, и так не видно будет. Блин, все испортил. Давайте я покажу вам его вот так. Опа. А, и мы видим жопку. Так, не очень удачный ролл я взял для примера. Давайте посмотрим другой. Да, да, здесь даже рыба. Видно? Здесь рыба, видимо, лучок, сыр Филадельфия. В общем, по вкусу, это очень вкусный ролл. Ну, вот все, что я могу сказать. Рис нормально сварен. Это не такой, как в одном из обзоров у меня был прям резиновый рис. Здесь рис хороший, вкусный рис. И, ну, я скажу так, хороший, вкусный ролл. В предыдущей доставке мне понравились, поэтому я заказал их еще и буду заказывать еще и еще. И мы с вами посмотрим и найдем, где самые вкусные суши. У нас Филадельфия и суши с лососем и суши с креветкой. Сначала мы взвесим суши с лососем. Она весит 32 грамма. Так, а граммовка указана на сайте. Это 40 грамм. Ну, не критично, но не очень приятно. Я сейчас сразу все взвешу. Так, у нас дальше суши с креветкой. Должна также весить 40 грамм. Весит 37 грамм. С сушами, скажем так, маленький, но не до вес. Креветка большая, креветка красная. Она даже перевязана водорослей. И вот на этой вкусной ноте, и прям посередине взвешивания наших суши и роллов, нам позвонил курьер, и он привез нам пиццу. Сейчас я схожу, встречу пиццу, принесу, и мы с вами попробуем пиццу вкусную, горячую. Я надеюсь на это. Ну и, конечно же, взвесим роллы. Я доволен, нам привезли пиццу. Прошло меньше часа, а говорили, в течение часа довезут. Пицца горячая, с пылу жара. Я чувствую это через коробку. И выглядит она вот так. Ой, блин, немножко она скатилась. Давайте сразу замерим температуру, пока она вот только-только из термосумки. Температура пиццы 50 градусов. Это нормальная температура. Пицца реально горячая. 533 грамма. А на сайте заявлено, что она весит 450. И пицца меня радует. Блин, я ждал ее. Я ждал ее 1.50 плюс еще почти час. Дождался, и пока что я доволен. Давайте попробуем на вкус. И посмотрим, сними, как сыр будет тянуться. Мне кажется, он должен тянуться, потому что он такой тянущийся, тянущийся. Вот такой это сыр. Но нет, он не тянется. Он не тянется, но выглядит он очень хорошо подплавленным и мягким. Вкусная горячая пицца с нормальным сыром. Здесь перевес. И эта пицца подарочная, то есть бесплатная. Пицца называется Chicken Barbecue. Корки здесь тонкие. Покажи еще пиццу. Корки здесь тонкие. Начинки здесь нормально. Много. Она такая яркая, с лучком. Короче, пицца достойная. Ну и давайте с вами вернемся к роллам. Нам осталось взвесить Филадельфию. Я, кстати, показал вам. Не показал эти... Как выглядят суши. Суши выглядят вот так, видно? Суши выглядят вот так. Рыба здесь нормально. Она такая толстая, ну вот видите, да, наверное, на срезе. Нормальный по толщине слой рыбы. Креветка большая. Кстати, здесь на креветке нет хвоста панциря. Такая нормальная, с креветкой сушена. Весит Филадельфия 283 грамма. Должна весить она 250 грамм. Блин, опять перевес. Опять меня это радует. Эта Филадельфия не простая. Эта Филадельфия с луком. Я очень недавно удивился сам, когда увидел в отзывах об одной из службы доставок, что у них есть Филадельфия с луком, что людям она нравится, что это реально вкусно. И вот решил попробовать. Заказал сегодня не обычную Филадельфию, как я люблю заказывать, а Филадельфию с луком. Так, здесь опять жопка. Ну вот опять, видите, здесь жопка на крайнем кусочке. И обычно их все-таки обрезают и, не знаю, повара съедают или куда они их девают, скорее всего, да. Ну а здесь почему-то и положили. Ну вот здесь должно быть вам видно. Видно лучок? Лучок там есть. Рыба тонкая. Рыба очень тонкая. Вот с этой стороны даже, видите, практически прозрачный уголок. Рыба тонкая, рыба, рыба, кстати, не разлазится, когда по ней проводишь палочками. У нее есть все шансы оказаться хорошей рыбой, которую мы сейчас попробуем и вынесем свое решение. Блин, я разлил. У меня ролл упал, соевый соус и все разлилось. А ведь не зря писали в отзывах, что вкусная Филадельфия с луком. Рыба вкусная, свежая, но она очень тонко порезана. Сейчас я вам покажу здесь. Так. Прям прозрачная, реально. Ну вот. Как это взять-то? Вот, смотрите. Ну она реально прозрачная. Вот, посмотрите. Реально прозрачный. Через который я... Через который я даже вас вижу. Это прозрачная рыба, очень тоненькая. И, ну, блин. Наверное, это самая тонкая рыба, которую я видел на Филадельфии. Честно скажу. Но она вкусная. Я теперь всегда говорю про рис, после того, как однажды у меня попались прям жутко резиновые суши. Теперь меня прям бомбит по поводу риса. Но этот рис вкусный, да. И в тех роллах вкусный рис. Короче, хотите получить мое хорошее отношение к вашим суши, делайте, в первую очередь, хороший рис. Ну и, конечно же, вкусную рыбу. Ну и желательно, чтобы по количеству ее тоже было нормально. Но, блин, реально, ну что это такое? Ну, как-то вот так, смотрите. Очень тонкая. Причем она местами... Да нет, она вся тонкая. Короче, тонкая, но вкусная рыба, которая стоит 289 рублей. Так. Скажу вам честно, если бы эта Филадельфия стоила 250 рублей... Ну да, 250. Наверное, это было бы нормально. Ну как, ненормально, но... Но это еще можно было бы как-то простить. Но за 289 рублей Филадельфия, это почти 300 рублей, да. Вот с таким, с такой тонкой рыбой, это дорого. Для этой Филадельфии это дорогая цена. Я бы, честно скажу, я бы не стал заказывать, если бы знал, сколько рыбы здесь кладется. Кстати, я вам сейчас покажу, пока я ходил за пиццей, мой оператор выложил на тарелочку салат. Салат, Цезарь, салат выглядит вот так. И здесь реально, сейчас я вам покажу поближе, здесь реально вот эти сухари, которые Паша Воля рекламирует, по-моему, хрустим или что-то в этом роде. Ну и напоследок нас с вами осталось попробовать вот эти две красивые и очень аппетитно выглядящие штуки. Кстати, рыба здесь тоже нормального качества, нормальной толщины рыба для суши. Не то, что там было на Филадельфии, далеко не то, что было на Филадельфии. Давайте попробуем, окунем. Суши с лососем реально вкусные. Суши с креветкой. Я, кстати, очень люблю креветок, прям настолько люблю креветок, что к сушам претензий нет. Суши вкусные, там был маленький недовес, буквально 3-4 грамма, это не критично. И вкусом я остался доволен, поэтому, ну, здесь все классно. Мы, как обычно, все это поедим и обсудим с моим оператором, который по совместительству еще мой напарник по дегустации всего этого. А потом я к вам вернусь и выскажу свое финальное мнение, свой финальный вердикт по поводу этой доставки. Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте подводить итоги. Что касается работы службы доставки, то везли долго. Но это не было неожиданностью, потому что оператор сразу предупредил, час сорок плюс-минус десять минут. Потом они забыли привезти пиццу. Это, конечно, косяк, но они его исправили. И привезли вкусную горячую пиццу. Пицца была бесплатная и весила больше, чем полкилограмма. По качеству блюд есть мелкие недочеты, как, например, сухари в салате, жесткая говядина. Ну, хотя это говядина и никакой мягкости от нее особо ждать не приходится. Прозрачная рыба в Филадельфии. Из всего этого, пожалуй, самый серьезный недочет – это толщина рыбы. Мелкий недовес в сушах по 3-5 грамм. И отсутствие информации о весе некоторых блюд на сайте. По комплектации нет ложек и вилок для салатов и супов. Но, тем не менее, блюда все вкусные. Серьезно, из всего того, что мне привезли, по вкусу претензий нет ни к одному блюду. Суши стерео – это не самая крутая доставка. Это вообще не суперкрутая доставка, но еда здесь вкусная. И, возможно, возможно, вся эта путаница с пиццей и долгое время ожидания заказа как-то связана с предпраздничным ажиотажем. Поэтому здесь я сильно придираться не буду. Так что нормальная, не отличная, а именно нормальная доставка. С вкусной рыбой и нормальными ценами. Завышенная мне, пожалуй, показалась только цена на салат «Цезарь». 219 рублей за 150 грамм салата, причем с такими сухарями и помидорами, мне кажется, что все-таки это дороговато. Заказ на 1500 рублей мы вдвоем за раз смогли осилить лишь наполовину. Так что есть вероятность, что я когда-нибудь еще закажу еду из этой доставки. Если они, конечно же, пообещают привезти быстрее и перестанут жалеть рыбу Филадельфию. Пишите в комментариях, что вам привозили из этой службы доставки. И какие ваши впечатления о суши стерео. Конечно же, ставьте лайк под этим видео, если вам понравился этот обзор и вы ждете следующий. Пишите в комментариях обзор, на какую доставку вы хотите увидеть в ближайшее время. А также участвуйте в голосовании, которое проходит в нашей группе ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании. Ну а с вами был Митя Хэт. Вкусных и быстрых вам доставок. Приятного аппетита. Увидимся скоро. Субтитры подогнал «Симон»!